Инженеры. Выпускники этого вуза могут починить любую трубу. Хоть на теплосети, хоть на буровой. Сейчас в университетах постепенно стартуют приемные кампании. Выбор специальностей для бывших школьников всегда непрост. Но стоит ли покидать регион, чтобы получить лучший уровень знаний? Мы решили узнать, у студентов МГТУ не жалеют ли они о том, что остались в Мурманской области. Российские вузы начинают приемные кампании. В приоритете у вчерашних выпускников те специальности, которые дадут хороший заработок и быстрый карьерный рост. У студентов МГТУ, благодаря участию в международных программах, есть хорошая возможность повысить свой профессиональный уровень и стать конкурентно способными на рынке вакансий не только в нашей стране. Одна из поездок была в Норвегию, в город Тромсе. Мы в формате лекционной недели изучали программы, которые используют инженеры зарубежные. И старались также почувствовать себя в их среде. Помимо участия в международных мероприятиях, студенты МГТУ при должном усердии и серьезном подходе к учебе могут рассчитывать на существенную стипендию. Первые полгода я, как и все первокусники, получал фиксированную стипендию. 6 400 у нас была. Затем, после первой сессии, я закончила на отлично и получаю 14 400. Плюс за то, что я активно участвую в общественной жизни университета, есть еще бальная стипендия, я получаю еще ее. У меня это выходит примерно на 6 тысяч рублей. А также я получаю еще грант президента Российской Федерации на обучение в размере 20 тысяч в месяц. В МГТУ абитуриентам готовы помочь определиться с выбором наиболее интересного направления и задать профессиональные ориентиры на будущее. У нас есть приемная комиссия, которая ответит на все базовые вопросы, касаемо документов, которые нужно подать абитуриенту. Но в этом году мы еще ввели так называемую группу кураторов. Это представители кафедр выпускающих, которые дадут разъяснения по направлениям подготовки. Сейчас у школьников и их родителей очень сложный стрессовый период экзамена и поступления в ВУЗы. Специалисты советуют сохранять самообладание и не торопиться. Взвеситься за и против. О том, какие возможности предлагает легендарная мореходка сегодня и в каких международных программах принимает участие ее студенты, вы сможете узнать в программе «Проще говоря», гостем которой стала Наталья Аникеева, начальник отдела международного сотрудничества МГТО. Выпуск передачи смотрите в эфире телеканала Арктик ТВ и на нашем официальном сайте.